Здравствуйте! В эфире программа события. Вечер суббота. Это значит, что пришло время вспомнить, какой была прошедшая неделя. С вами Мариана Мирная. Я и мои коллеги расскажем о самом важном и интересном. Телеканал «Самара ГИС» стал настоящим героем в глазах жителей Куйбышевского района. Стрелок, который целый месяц не давал спокойно жить своим соседям, задержан после выхода сюжета нашей телекомпании. Неизвестный обстреливал окна, квартир, машины, даже людей и оставался на свободе безнаказанным. Теперь он фигурант уголовного дела и ему грозит срок. Наши корреспонденты не побоялись оказаться в гуще событий. Вся история, чуть не ставшая трагичной, в нашем сюжете. Жители Куйбышевского района, наконец, вздохнули с облегчением. Время, когда по утрам они подсчитывали убытки, причиненные неизвестным стрелком их собственности, осталось позади. На хулиганы не раз писали заявление участковому, но тот, ссылаясь на незначительный материальный ущерб, в возбуждении уголовного дела отказывал. Тогда с просьбой о помощи жители обратились в прокуратуру и позвонили в нашу телекомпанию. После выхода сюжета в эфир стрелок был найден. Вот вы знаете, вот теперь уже мы ходим и думаем, что никто пульку на нас не пустит. Вы понимаете? Это здорово. Спасибо вам. Дай бог вам здоровья, счастья, удачи. Ну вот, что в жизни прекрасное есть, пусть все у вас будет. Любовь Янаева стрелка забудет нескоро. В память о нем в окнах ее квартиры зияют шесть пулевых отверстий. Спасибо, конечно, вашей телекомпании, что вы все это осветили, что, как говорится, довели до людей нашу проблему. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо. Хулиганом оказался 20-летний житель дома напротив. По предварительным данным, здесь он снимал квартиру. Полицейские обнаружили у него дома пневматическую винтовку. В содеянном подозреваемый сознался. На стрелка завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Сотрудники полиции провели осмотр мест происшествия. В ходе работы на местах происшествия определили примерную траекторию стрельбы. Определили квартиру, из которой, предположительно, производились выстрелы. В ходе осмотра квартиры полицейские изъяли пневматическую винтовку. Любовь Янаева на этой неделе пойдет в РОВД давать показания. Женщина намерена требовать материальную компенсацию и справедливого наказания для нарушителя. Человек должен ответить по закону. По закону. Только то, что в рамках закона. И более ничего. Это как так взять и просто весь двор держать в напряжении в течение месяца. Это шуму непостижимо. Ну, посмотрим. Вот пойдем в РОВД, там все это будем смотреть. С ним, может, поговорим, если нам удастся. Если суд признает молодого человека виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Виктория Шары, Алина Чемерис, Константин Головин. События. Жителей Куйбышевского района волнует еще и вопрос комфортного попадания в большой город. В Рунденскому мосту теперь есть на что опереться. У конструкции уже готовы три опоры. Не останавливалась стройка и зимой. Сейчас же бригада рабочих трудится без выходных. Но не только подрядчики удивляют почти стахановскими темпами. Дно реки Самары оказалось полно сюрпризов. Старая баржа легла на пути буровых установок. Сокровищем ее, конечно, трудно назвать. Зато сам мост обещает стать объектом века. Из чего его строят, сколько машин он выдержит. Марина Кравцова на месте узнала все подробности. Уже готова опора под номером 8. Именно в этом месте в ноябре прошлого года в землю вонзился бур, когда был дан старт строительства Фрунзенского моста. Это участок через реку Самара. Еще две береговые опоры возвели для моста через озеро Банное. Здесь же технологические конструкции. По виду они напоминают деревянные мосты Петровских времен. Но прочность у них внушительная. Такой настил должен выдержать буровую установку весом 140 тонн. Дно не крепкое, но строители уверяют, мост никуда не уплывет. Здесь используются самые современные технологии. По таким же строят и Крымский мост. Материалы в основном отечественные. Отвечают всем стандартам. Что касается самих мостов, это вообще в принципе никак не влияет. На заболоченном месте или нет. Потому что вот эти сваи уходят на глубину 20 с лишним метров. То есть там нормальные грунты и сами искусственные сооружения находятся на прочном фундаменте. Железобетонный мост через озеро будет небольшой, 80 метров в длину. И на 700 метров протянется через реку Самара. Буровая установка уже вонзается в дно. У моста через реку Самара будет 8 опор. По 2 на берегах и 4 в русле реки. Сейчас основной фронт работы развернулся на левом берегу. Идет подготовка к установке опор в воде. Не обошлось и без сюрпризов. Во время водолазного обследования дна выяснилось, что там лежит давно затопленная старая баржа. В районе будущих 4 и 5 опор. Перед началом буровых работ эту баржу придется поднять. Строители, поневоле ставшие кладоискателями, считают, на темпы возведения моста глубинная находка не повлияет. Доставать баржу собираются после паводка. По планам обновить Фрунзенский мост автомобилисты смогут в 2018 году. Дорога будет шестиполосная. Ширина проезжей части 22 метра. А общая протяженность автомобильной трассы вместе с развязками почти 3 километра. После окончания строительства мостового перехода в Фрунзенский, первого этапа хотя бы, будет обеспечен проезд, в общем-то, расчетный без пробок в центральную часть города. Темп строительной организации набраны очень высокие и в зимнее время работы не прекращались. Расчетная интенсивность движения почти 40 тысяч машин в сутки. Выезд с моста будет на улице Фрунзе с одной стороны и шоссейную с другой, где организуют удобные транспортные развязки. В проекте реконструкция нескольких участков улиц в исторической части Самары. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Ну а тем, кто предпочитает личному транспорту общественный, большой подарок от города. На улицах Самары появились трамваи, оформленные символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Брендированные машины будут курсировать по маршрутам 1, 3, 5, 7, 19 и 23. Всего в течение 2016 года символикой Чемпионата украсят 10 трамваев и 10 автобусов. Но это в будущем, а пока в Самаре продолжается состязание между трамваями нового поколения. Город к Чемпионату мира по футболу должен обновить транспортный парк и осталось только выбрать лучшую модель. На этой неделе тестирование закончил шедевр белорусского машиностроения – трамвай «Метелица». Чудо-трамвай стал настоящим событием не только для сотрудников ТТУ, но и для всех горожан. Многие садились в него из любопытства, чтобы прокатиться на необычном для Самары вагоне. В трамвайно-троллейбусном управлении рассказывают – выручку от продажи билетов в «Метелице» в несколько раз больше, чем в обычном. Но у белорусской машины появился челябинский конкурент – серенький, но все же приметный. Трехсекционный трамвай Усть-Катавского завода вышел в свой первый рейс по Самарским улицам. В трамвайном депо про новинку говорят – космического уровня. Дизайн действительно впечатляет. Оправдает ли ожидание трамвая, станет понятно после трех месяцев испытаний. А вот насколько комфортны вагоны уже оценила наша съемочная группа. Марина Кравцова и Максим Гусев стали первыми пассажирами нового трамвая. Он совсем новичок. Это первый трамвай новой модели Усть-Катавского завода. И делать первые шаги по рельсам, приехав в Самару еще в конце декабря прошлого года. Здесь он учился правильно вести себя на дорогах во время ночных тестов, рассказывает водитель с 27-летним стажем Игорь Осадулин. Именно здесь со специалистами из Санкт-Петербурга, из Усть-Катава, Чехословакии мы учили его ездить. А теперь будем учить его работать. Комфорт в трамвае под стать автомобилю бизнес-класса. Противооткатная система позволяет удержаться на любом наклоне. В арсенале новинки также антиблокировочные и антипробуксовочные системы. Гидравлические тормоза и совсем уж роскошь. Подогрев водительского сиденья. Теперь трамваю предстоит доказать свою уникальность на маршруте под номером 5. Планируется, что такие вместительные вагоны приобретут к чемпионату мира по футболу 2018 года. Мы должны проверить его эксплуатационные характеристики, вывести его на линию, посмотреть, как он работает, как себя показывают его составные и запасные части. Будем собирать отзывы и вот по этому трехсекционному трамваю посмотрим, что нам говорят жители. Свои впечатления самарцы смогут описать в книге отзывов, которая будет в вагоне. Комфорт и удобство для пассажиров – одно из главных качеств этого трамвая. Зимой здесь должно быть тепло, а летом прохладно. Вагоны оснащены двумя мощными кондиционерами. Повсюду низкий пол и мягкие сидения. Усть-Катавский трамвай может разгоняться до 75 км в час. Есть у него спутниковая навигация, система видеонаблюдения, электронное табло. Первые эмоции пассажиров – восторженные. Очень комфортно, очень все чисто и современно опять же. Особенно зимой в них теплее как-то я чувствую. Вместимость такого трамвая больше 200 человек. В три раза больше, чем у обычного. Тестовое испытание уже прошла белорусская метелица. Теперь проверят ее челябинского собрата. Покупать будут лучшие по соотношению цена-качество. Но это в перспективе. А пока парк обновляют одновогонными трамваями. 20 новых выйдут на линию в этом году. Пять уже прибыли в Самару. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Новый транспорт – это всегда возможность с комфортом добираться до местного значения. Например, до культурно-исторических зданий. Таких как Драматический театр имени Горького. Здесь прошел большой праздник – День театра. Отмечают его не только актеры, но и те, кого зритель не знает, зато может оценить результат их труда. Одна из самых важных профессий за кулисья – костюмер. Мы побывали там, где редко ступает нога журналиста. «Не доиграем, тогда выглядим» – пословицу придумали актеры драматического театра, чтобы оценить работу бойцов невидимого фронта – костюмеров. Сейчас посмотрим костюмы, как мы говорим, святая и святых, идущего репертуара. Но, правда, это женская сторона, это костюмер, это женские гримерки. Сюда мужчинам вход воспрещен. Этому платью 26 лет. Это мое первое платье, которое я скроила в этом театре. Это платье Версанны Ершовой. И спектакль «Правда, хорошо, а счастье лучше». Татьяна Ананьева пришла работать в Самарский драматический простой закройщице в 90-м году. И сразу выучила, главное, чтобы костюмчик сидел. В первую очередь, что у женщины, какой недостаток – и большая грудь, и маленькая грудь. Здесь за счет выреза или за счет всевозможных накладок можно увеличить грудь. Иногда удивляются, кто сидят в зале близкие. Ой, милая, откуда у тебя такая красота взялась? А домой пришла – нет ничего. Именно Татьяна Ананьева знает, какая талия была у легенды театрального мира Веры Ершовой. Ершова, сколько я ее помню, она все время в одном и том же весе, она никогда не попавлялась и не худела. У нее талия была 68 сантиметров, но это где-то 34 сантиметра общие. И вот у нее была, у Оли Шибуева была такая талия, у Сашки Мараковой. Ну, это та пыльяда актеров, с которыми приходилось работать тогда. В День театра принято поздравлять в первую очередь актеров, но сами артисты никогда не забывают о тех, кто помогает им творить искусство и нести его в массы. Декораторы, монтировщики и, конечно, костюмеры заслуживают зрительских аплодисментов не меньше. Слышите этот грохот и шум? Я нахожусь в Святая Святых, там, где не ступала нога обычного зрителя, прямо под сценой, над моей головой, актеры репетируют очередной спектакль. Как раз сейчас актеры готовят новый спектакль «Холстомер» по повести Льва Толстого. Премьера назначена на 9 апреля. К слову, костюмов на сцене будет больше полусотни, так что работа у костюмеров достаточно. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. Как выяснилось, творчество в работе свойственно не только работникам искусства. Наш следующий герой долгие годы работает в сфере благоустройства, но свое занятие скучным не считает. Не будешь учиться, в дворники пойдешь. Работа, которая с детства родители пугают своих детей, для дворника Герасима стала делом жизни. И оказалось не так проста, как можно подумать на первый взгляд. Профессиональные секреты человека с метлой и звучным именем раскроет Марина Матвейшина. И этого дворника Герасима не боятся ни кошки, ни собаки всего Самарского района. Бездомного накормит, а потеряшку вернет хозяину. К стенке фотокарточку прикрепляют, пропал кот, пропал кошка. Если что, в соседних дворах убирают, так я им сразу извещаю о том, что ваш кот или собака убежала, а она через двор где-то там. За 22 года, что Герасим Аваков трудится на поприще чистоты и порядка, познакомился со всеми жителями улиц Куйбышева и Фрунзе. Некоторых помнит даже с пеленок. Теперь они выросли, женились и уже гуляют с собственными малышами. Жители домов, где убирается, так и зовет. Соседи. Не чужие друг другу люди. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как погодка? Весна наступает. Тает все. Хорошо. Герасим знает четыре языка. Помимо родного армянского, азербайджанский, русский и английский. Но эти способности ему мало пригодились. После погрома в Баку в начале 90-х ему пришлось бежать в Самару. С тех пор город стал для него родным, а работодворником – любимый. Подъем в пять утра и восемь часов на свежем воздухе в любую погоду. В этом, говорит Герасим, его личный рецепт крепкого здоровья и секрет вечной молодости. А ведь и правда, не скажешь, что этому бодрому мужчине уже далеко за 60. Я каждое утро занимаюсь физкультурой, разминкой. Дышу глубже, работаю больше. И поэтому свежий воздух на меня видят дети. И с утра загазованности такой нет. Единственное, что расстраивает жизнерадостного дворника – равнодушие некоторых самарцев. Бывает, только убрался, а из окна мешок с мусором летит. Чистота и порядок – это задача дворников. Это их работа – убирать улицы. Однако, обязанность каждого уважающего себя гражданина – это дворнику помочь. И для этого вовсе не обязательно сразу браться за лопату или метлу. Главное – не разбрасывать мусор, где попало. Важно донести его до урны. Вот так мало нужно для счастья обычному дворнику. Тогда, говорит Герасим, и метла лучше метет, и душа поет. Я счастливый, что живой. Я счастливый, что живой. Я... Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События. Герасим Аваков, наверное, мог бы освоить и другие профессии. Говорят же, талантливый человек – талантлив во всем. Эти слова подтверждает и олимпийский чемпион подзюдо Тагир Хайбулаев, который решил сменить имплуа. Спортсмен сделал паузу в своем плотном графике ради новой для себя роли. Он стал третьим послом на чемпионат мира по футболу. Ранее эту почетную миссию уже доверили не менее знаменитым самарцам – космонавту Олегу Каноненко и заслуженному артисту Самарской области Сергею Войтенко. Имена других послов долго в секрете держать не будут. Лариса Шалафаст встретилась с прославленным чемпионом, чтобы узнать, что значит для него это звание. С мячом Тагир Хайбулаев управляется ловко. Он всегда болел за крылья советов, а в детстве, как и многие дети, любил поиграть в футбол. Теперь такая возможность выпадает редко. Футбол бывает, но изредка. Потому что основной вид спорта – дзюдо, и чтобы не было лишних травм, еще чего-то. Поэтому футбол бывает для разнообразия, но очень редко. Сейчас самарский спортсмен готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Казани. В плотном тренировочном графике Тагир выделил время, чтобы побывать на тренировке крыльев. Игровки охотно приняли чемпионов в свои ряды. Три на три мы против вас не выиграем. Строгие беда. Там потому что единоборство нужно. Окей. Давай, работай. Тагир Хайбулаев стал третьим послом от Самары на чемпионат мира по футболу. Ранее этого звания были удостоены космонавт Олег Каноненко и музыкант Сергей Войтенко. По рекомендации ФИФА послов должны определить все города-организаторы чемпионата мира. Это должны быть заслуженные представители своей профессии, прославившие свой город и регион. Такой человек – это, наверное, первое лицо, которое вправе, достойно представить город, проводящий чемпионат мира от Российской Федерации. Спортивная карьера Тагира – это лучшее свидетельство тому, какие возможности для современного молодого человека представляет наша жизнь. Я думаю, что Тагир своим опытом, своей успешной карьерой, которая еще продолжается, будет служить прекрасным образом для подражания всей той молодежи, которая бы хотела посвятить себя спорту, здоровому образу жизни. Для меня это очень приятно, что город доверил мне такую честь – быть послом чемпионата мира, представлять свой город, весь чемпионат, рассказывать о своем городе, гостям. И, может, иностранцам еще. Поэтому для меня это очень приятно, я с удовольствием тоже буду представлять наш город. Послы будут продвигать здоровый образ жизни, формировать положительный образ России и города-организатора футбольных матчей. Имена послов объявят в течение года, пока известно, что их семь, но, возможно, это количество не окончательное, и послов от Самары может стать больше. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Самара готовится к спортивному празднику, чемпионату мира по футболу, но возведения новых объектов и строительства дорог для этого недостаточно. В первую очередь нужно сделать генеральную уборку. Несмотря на то, что первый месяц весны подошел к концу, снега в городе еще хватает. Особенно во дворах. Чтобы таяние сугробов не привело к подтоплению зданий, дворники вооружились лопатами. На сленге работников ЖКХ эта процедура называется «ворошение снега». А вот как она выглядит на практике, расскажет и покажет Марину Матвейшину. Несмотря на то, что ворошить снег кажется делом легким и даже забавным, на самом деле это физически тяжелая работа. Нужно не просто разворошить снег, нужно расколоть лед и раскидать его по периметру, чтобы солнце быстрее растопило сугроб. Когда снега очень много и он сильно смерзся, лопатой не справится. В бой вступает тяжелая артиллерия. Все, кто видел тракториста Александра Качкана в деле, слагают о нем настоящие легенды. Будто и сугроб разворошит, не сломав ни одного кустика на газоне. И тончайший лед с асфальта ковшом снимет, не задев самого асфальта. И развернется виртуозно в заставленном машинами дворе, не задев ни одной из них. И самое удивительное, все правда. Все нужно рассчитывать. В миллиметрах, не то что в сантиметрах, в миллиметрах. Вот между машинами, когда едешь, там уже стараешься рассчитать талант. Ну, талант, как говорится, не проплешь, не втеряешь и сидишь за привату. Если зимой в приоритете у дворников и водителей снегоуборочной техники были дороги во дворах и дорожки к подъездам, то сейчас особое внимание отмосткам. Это асфальтовые полоски по периметру здания. Отмостки хоть и ходят коп в общее имущество дома, но содержание постоянному в зимний период времени не подлежат. Но в весенний период времени требуется очистка отмосток в связи с тем, чтобы не происходило подтопление подвального помещения и, собственно говоря, не происходило разрушение асфальтового полотна отмостки. Успеть очистить отмостки от снега нужно раньше, чем это сделает солнце. А потому для дворников определили очень сжатые сроки. Уже в первых числах апреля все должно быть чисто. Сейчас у управляющих организаций, конечно, жаркая пора. То есть максимально все силы, которые есть в наличии и по дворникам, и по технике, они мобилизованы. Если говорить в целом по городу, то это те же самые люди, которые вели уборку в зимний период, уборку от снега. Это порядка 2400 человек. Каждый день работу дворников инспектируют сразу три комиссии. Районные власти городские и городская административно-техническая инспекция. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. В Самарском часовом поясе пополнения Ульяновская и Астраханская области теперь будут жить по самарскому времени. Жители перевели стрелки на час вперед. В России времени менялось уже два года. На этот раз жители шести регионов страны сами попросили перемен, жалуясь на то, что световой день слишком короткий. О временных изменениях в Ульяновске расспросила Алина Чемерис. Легким движением руки световой день увеличивается. Теперь Астрахань и Ульяновск в одном временном строю с Самарой. Разница с Москвой на час. Тех, кто собрался в ближайшее время в поездку, предупреждают. Билеты, где указано время отправления, действуют по прежним правилам. Люди говорят, главное, теперь в жизни стало больше солнца. Будет позже темнеть, соответственно, подольше можно будет с ребенком гулять. Это нам очень важно, молодым мамам. Ну и плюс, конечно, попозже, я так надеюсь, будет светать. И, соответственно, у нас сдвинется немножечко подъем. Для нас было, например, неудобно то время. Ничего мы себя про... и вчера, и сегодня проснулись. Нормально чувствуем. Изменений нет никаких. Мы живем летом на даче. Вот в три часа уже солнце в четвертом сходит, представляете? А вечером в девять темно уже. Еще надо работать во всю. Я за. Я сто процентов за. Традиция переводить стрелки появилась в России почти век назад. После революции страну разделили на 11 часовых поясов. Затем стрелки часов гоняли туда-сюда. И вскоре время официальное во многих регионах стало отличаться от астрономического. Ежегодный переход с летнего времени на зимний и наоборот придумали, чтобы люди могли более разумно использовать световой день и экономить электричество. После того, как шесть регионов страны добровольно сменили часовые пояса, в ближайшее время временных изменений не обещают. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Вот такая была неделя глазами корреспондентов телеканала «Самара ГИС». Удачных вам выходных. И помните, что политика в жизни не главное. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова